Закончился ремонт аварии трубопровода горячего водоснабжения возле территории общежития номер 3 на улице Адели Кутуя, где с начала мая 2021 произошел ряд аварий. Все подробности в сюжете нашего корреспондента. Горячая вода в кране есть. Тогда о горячей воде сказали пять общежитий Казанского университета. Это общежитие номер 3, номер 6 по улице Адели Кутуя и общежитие номер 1, номер 2 и номер 4 по улице Красная позиция. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров сдержал свое слово-данное на встрече со СМИ 16 сентября. Бесхозность сетей горячего водоснабжения серьезно затормозила решение столь болезненной для студентов проблемы. Пока в разных инстанциях решался бы вопрос о том, кто же все-таки юридически должен выступить собственником сетей, студенты могли бы уже закончить учебу и уйти на летние каникулы. Ильшат Гафуров решил взять всю ответственность на себя, поручив немедленно приступать к ремонтным работам за счет средств университета. Формально это решение можно трактовать как нарушение бюджетного законодательства. Мы комиссионно приняли решение профинансировать укладку трубы за счет университета. Наверное, в дальнейшем найдутся люди, которые нас будут обвинять, что мы не должны тратить собственные ресурсы на чужие объекты. Свои обещания ректор КФУ выполнил. Работы на наружном трубопроводе горячего водоснабжения уже завершены. На сегодняшний день мы действительно очень рады, что студенты у нас имеют как в умывальных комнатах, как в душевых, а также и в кухонных помещениях горячую воду. В крайней воде есть. Напомним, 2 мая произошла серьезная авария на трассе горячего водоснабжения на улице Аделя-Кутуя. ВУЗ пять раз своими силами пытался привести пострадавший участок в нормативное состояние. Однако после проведения независимой экспертизы выяснилось, что данный участок трубопровода не может быть допущен к дальнейшей эксплуатации, что подтверждено прокуратурой советского района. В связи с этим летом в душевых комнатах ПИСе общежития установили электрические накопительные водонагреватели. Были установлены накопительные водонагреватели в душевых помещениях, где студенты могли бы принимать душ. Но полноценно обеспечить горячей водой и кухни, и на этажах, которые находятся, и умывальные комнаты было проблематично. ВУЗе подчеркивали, что трубы бесхозные, они не находятся на балансе университета. Несмотря на это, в КФУ решили профинансировать восстановление участка трубы горячего водоснабжения на улице Адели-Кутуя. По итогу было заменено более 400 метров. Вот такие трубы мы после вскрытия нашей трассы горячего водоснабжения оттуда были демонтированы. Демонтаж труб произведен, и мы вот видим, в каком они были состоянии. Тут даже видно, как была труба забита. Тут даже видно такие наросты, что произошло сужение диаметра трубы, что не позволяло бы нам получать в таком достаточном количестве воду. И вот в результате чего у нас, в принципе, и отсутствовала горячая вода. Напомним, что последний раз плановая замена участка трубы осуществлялась в 2002 году. Сейчас проводится работа по гидроизоляции в целях непопадания грунтовых вод в данный лоток и в данную трассу трубопровода. И после того, как они сейчас закончат гидроизоляцию, соответственно, они закопают это все и будет уже восстановлено асфальтовое покрытие. Отметим, что горячее водоснабжение теперь есть во всех пяти общежитиях Казанского университета. Два из которых находятся на улице Аделя Кутуя и три на улице Красная Позиция. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс.